Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Эфесиным, глава 6, стихи с 10 по 17. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припаяся в чресло ваше истинную и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир и паче всего. Возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами движение по дням январских праздников. И сейчас у нас субботний день, и эта суббота называется «Субботой по Богоявлению». То есть это субботний день после праздника Богоявления, и в этот день читаются различные отрывки за богослужением, и один из отрывков, который посвящен как раз-таки данной субботе конкретно, это отрывок, который мы только что с вами прочитали. Послание апостола Павла к Эфесиным. Оно очень необычное, и необычен этот отрывок. Апостол Павел говорит здесь о благовестии, и вообще, в принципе, для христианина его вера зиждется и на проповеди в том числе. То есть проповедник от проповеди питается силой, как бы заряжается энергией проповеди. Если можно так говорить, хотя это не совсем применимая такая терминология, но она довольно-таки образная и понятная. Итак, сегодня апостол Павел, обращаясь к нам, говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Прежде всего, нам нужно помнить, что мы должны черпать свои силы именно в Господе и в ожидании и притворении в жизнь Его Царства. Об этом мы всегда молимся в молитве «Отче наш», говоря о том, что «Да прийдет Царствие Твое». Мы ждем и приближаем Царство Небесное, которое внутри нас уже есть, и которое мы должны открыть в себе, отрыть эту золотую жемчужину Небесного Царства внутри нас, стать этим золотым сосудом, в котором будет обитать благодать Святого Духа, и мы будем являть в этом падшем мире явление Небес, явление Небесного Царства. Поэтому мы должны надеяться прежде всего на Господа, помня о том, что мы должны делать, что должно, и будь, что будет, ибо все в руках Божьих. Мы должны помнить, что, как говорят святые отцы, «Делай все возможное, а невозможное сделает Бог». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Итак, мы должны облечься, буквально покрыть всего себя, обвернуться во всеоружие Божие. И только таким образом мы можем противостать против козней дьявольских, против всех тех сил зла, которые ополчаются на человека, искушая его. Подытоживая, 12 стих говорит, что мы воюем не против плоти и крови, то есть не против людей, а против духов злобы поднебесных. То есть наша жизнь, наша борьба направлена не против людей, а именно против вот этих искушений и против тех сил, которые эти искушения нам предлагают. Для сего, что же такое всеоружие Божие? И здесь нужно сделать отступление, небольшой экскурс. Апостол Павел пишет это послание из Уз, находясь под римской стражей. И он находился, и довольно-таки часто он бывал под стражей. И как это происходило? Зачастую, когда он находился под следствием, его приковывали к... Его осторожили 16 человек, двое осторожили выход из его темницы, двое находились с ним рядом, прикованные цепями, кандалами к нему. И, соответственно, они каждые 4 часа менялись, и так проходила вот эта смена, смена дежурств. Соответственно, апостол Павел мог разглядеть вооружение и доспехи этих солдат прям очень близко. Он видел, как они вооружены, во что одеты, облачены. И молясь, часто мы знаем, что он молился и в полночь, воспевал гимны, и часто созерцая вот так вот окружающую себя действительность, апостол Павел, ему пришли на ум как раз-таки вот такие слова. Он земным образом придал небесную символику, духовную символику. И вот что он представляет. Он представляет себе христианина, как некого такого воина. Часто апостол Павел сравнивает духовные сферы с земными сферами. Здесь нельзя приводить прямой мост аналогий, но вот мост этих образов мы провести можем. Соответственно, он сравнивает в данном случае христианина с воином Христовым. И сравнивает его харизмы, то есть его дары Святого Духа, которые есть в христианине, с тем самым оружием, в которой облачены охранники, облачены воины. Но не только с воинами сравнивает себя и христианина апостол Павел. Еще он сравнивает его со спортсменом. Поэтому политва образов довольно-таки широкая. Но в данном случае мы видим сравнение с воином. Итак, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припаяться в чресло ваше истинную и облежьтесь в броню праведности. Обув ноги в готовность благовествовать мир. И здесь как раз-таки мы видим некую отсылку к священному писанию Ветхого Завета, пророку Исаии, который тоже говорит о том, что мы должны быть готовы идти и благовествовать мир. Пускай будут благословены ноги благовествующего мир. Так же и здесь. Мы должны обуть ноги в готовность благовествовать мир. Заметьте, какая аналогия. Да, мы воины, но наше оружие и, скажем так, орудие нашего нападения – это мир. И мы должны благовествовать этот мир. Не как воины с оружием этот мир защищать, а как воины Христовы этот мир проповедовать. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угостить все раскаленные стрелы лукавого. Действительно, вера – это краеугольный камень нашего спасения. Вера, прежде всего, в Господа нашего Иисуса Христа. И понимание через эту веру того, что именно через Иисуса Христа, Господа нашего, мы прикасаемся в таинственную жизнь Святой Троицы. Бог нам открывается через действия воплощенного Сына Божия, пострадавшего за нас на кресте и в третий день воскресшего, вознесшегося на небеса и съедшего одесную Бога Отца. Именно таким образом мы спасаемся. И именно эта вера является истинным щитом, который заградит нас от всех скорбей этого мира. И действительно, мы знаем, что христианство породило очень много мучеников и порождает их по сей день. Но если для внешнего мира это смерть, это, скажем так, внешнее поражение человека, то для христианства мученичество – это, прежде всего, свидетельство истины веры и свидетельство того, что вера действенно и действительно, она действует в сердцах мучеников, она, скажем так, вдохновляет их быть свидетелями Христа. И для нас вот это внешнее поражение – это на самом деле победа. Мученики христианские – это символ и образ победы смерти над… вернее, победы Бога над смертью, то есть смертью смерть попрал. Таким образом, и эти мученики своей смертью засвидетельствовали это попрание и свою веру в воскресение. Поэтому и мы будем прославлять Господа, явившегося в этот мир и пострадавшего за наши грехи. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, преми выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok